Добрый день, друзья мои зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас заболевание нефрит. Это заболевание почек, либо группа заболеваний почек. Это воспалительные процессы в почках. Западная медицина относит к аутоиммунным заболеваниям, проявлении нефрита. Считается, что перерастает в хронические заболевания почек. Данное заболевание под названием нефрит, извините. Что, либо как, восточная медицина рассматривает у нас почки. Ну, вообще-то, почки – это наследственная энергия. Вам передали эту наследственную энергию. Но не спешите, скажем так, расстраиваться из-за того, что рот вам передал. Почки еще имеют очень интересную связь, при которой человек может поменять. Здесь вот наша лекция сегодня интересная. Поменять немножечко судьбу почек, либо судьбу своего рода. А как можно это поменять? Почки стоят во главе усвоения духовных энергий, которые человек может усвоить правильно только на земле. Вот и все. Смотрите, как элементарно просто. А при чем здесь точка В-22 санцзяушу? Какая связь? А связь – это точка тройного обогревателя, дренажа тройного обогревателя. Что такое тройной обогреватель? Это канал, который контролирует, имеет связь и налаживает все тонкие энергии, которые, допустим, не хватает в нашем организме. И через тройной обогреватель можно добавить. И вот, допустим, если у человека есть заболевание почек, нефрит, то в человеке нужно обратить внимание, первое, на усвоение духовных энергий, как у духовных саморазвивается, самообразовывается. И второе, через что? Через творчество. Почему? Потому что тройной обогреватель – это канал не только тонких энергий, это еще канал англо-хранителя. Мы так приоткроем секрет немножечко. Ну и мы сразу же задаем вопрос, а как человек живет со своим англо-хранителем? Сейчас я не призываю всех налаживать связь с ним. Нет, человек должен научиться вообще жить с ним. И вот посредством духовной работы, духовной практики и жизни со своим англом-хранителем верит в этот человек, не верит – это не ко мне вопрос. Человек налаживает связь со своими почками и не только. И может изменить свою судьбу. Да, может. Но это огромная работа и творческий потенциал, который человек должен реализовать уже в этой жизни. Если он не будет реализовывать, почки будут сигнализировать. Как? Сначала в виде такой болезни, заболевания. А уж потом тяжелый, не дай Бог, если человек не начнет прислушиваться к себе и не только. Поэтому при всех воспалительных процессах данная точка В-22 санзяушу расслабляется. Сразу говорю, можете ее расслабить. Злоупотреблять данную точку вы не имеете права. Вы должны провести диагностику 12-ти миллиденов и увидеть в каком состоянии вообще ваши почки. Если они слабенькие, данную точку тонизируются. Если травной обогреватель слабый, данная точка тонизируется. Если травной обогреватель воспаленный, энергии нужно выйти, расслабляется. И точка данная В-22 расслабляется. Вот зачем нужна диагностика 12-ти миллиденов, дабы что, знать, как делать, сколько энергии давать, сколько забирать. Этот процесс должен быть контролируемым. Спасибо за внимание.